Так, ребят, давайте сейчас протестируем звук. Ставьте, кто здесь, если не слышно. Включили резервную комнату. Так, отлично, вижу, звук пошел. Замечательно, тогда ждем сейчас всех остальных, пусть подтягиваются. Так, сейчас я пока кое-что здесь приготовлю. Это очень хорошо, что у нас получилось. Хотя бы здесь. Так, у нас уже 65. Так, у Жени Аванин не может, у него опять звука нет почему-то. Так, Жень, сейчас давай еще тебе... Еще тебе скину сейчас ссылку как ведущего. Так, ребят, слышно ли меня, скажите, пожалуйста. Плюс один, если меня слышно. Несколько человек поставьте. Ага, все, стоп, хватит. Итак, ребят, смотрите, сейчас из-за того, что была проблема в той комнате, мы перешли сейчас сюда. Сразу технические моменты. Если по звукам у вас что-то где-то не слышно, у вас с левой стороны есть микрофончик, вы его можете либо в одну сторону сдвинуть, либо в другую, если у кого-то что-то со звуком. Дальше. Чтобы наших спикеров, мы во время их выступления не тревожили, что звука нет, у кого-то что-то пропадает. Первое. Сейчас у Артема очень хороший интернет, поэтому, в принципе, проблема с его стороны быть не может. Если у вас нет звука, первая ваша задача – это просто обновить эту вкладку. Вам не нужно будет заново вводить имя и пароль, вам нужно будет просто обновить. Если кто-то здесь пишет в чате, что звука нет, у кого звук есть, пишите «звук есть». То есть, чтобы мы быстро глазами видели и понимали, что это только у одного человека проблема. Почему сейчас была проблема в прошлой комнате, мы не понимаем. Все. То есть, вы поняли, да? Кто-то пишет «звука нет», сразу несколько человек. Не надо всем, вот, 97 человекам, чтобы вот так вот лента просто уходила вниз. Звук есть, звук есть. Не надо. 2-3 человека быстро отписалось. Вы увидели, что ответы дальше пошли. Все. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Вот. Дальше. По звуку я вам сказала, первый шаг вы просто перезагружаете. Если перезагрузили, звука нет, значит, идете и сюда в чат, и несколько человек отписываются, есть ли звук, либо звука у всех нет. Все. Понятно ли меня? Поставьте, пожалуйста, десяточки. Все. Хорошо. Все хорошо, замечательно. Все. Так, ну что, как у вас настроение? Поставьте, пожалуйста, по стобальной шкале. Куда еще громче. Я и так говорю для своего голоса очень. Так, у кого-то вижу 99. Кому-то не хватает для счастья одного балла. Все. Так, все, я вижу, к нам Женя присоединился, Артем готов. Все, друзья, давайте, несмотря ни на какие препятствия мы с вами сюда переехали, вы молодцы, что дождались этого момента. Все, я от вас отключаюсь. Всем пока. Передаю слово Артему и Жене. Раз, раз, раз. Отлично. Отлично. Не знаем, что происходит, но у меня аналогичная комната, и там меня почему-то не слышно. Ни меня, ни Артема. Ну, вот таким вот способом мы справились. Вроде как, к сожалению, половина людей осталась там. Какая-то часть сюда пришла. Я немного преодолел. Ну, вы, я думаю, знаете, да. И все равно, в связи на тот ажиотаж, который сейчас собрался вокруг проекта 7Booster и вообще вокруг наших проектов компании Freedom Technology, небольшую статистику просто расскажу. И сегодня выступит перед вами Артем Клешков, он мой старый партнер еще по компании Freedom Technology. Он же, когда мы ее только запускали, мы также здесь на Боли снимали первое видео. Вот, и Артему есть чем поделиться с вами действительно, потому что он специалист в той теме, в которой он проводит презентации. Да, он создает тоже источники дохода постоянно, ему это тоже интересно. И для вас будет сегодня много полезной информации. Вот, что касается статистики проекта самого 7Booster, то сегодня у нас уже более 17 тысяч посещений уникальных на сайте. И, по сути, началась вот эта вот волна популярности проекта. Всем он нравится. И, кстати, друзья, кто здесь присутствует, пожалуйста, поставьте пятерочки. Семерочки давайте ставьте, да, потому что 7Booster, кто уже заработал свои первые деньги. Отлично. Это говорит о том, что проект действительно популярный, работает, и очень много людей уже на второй день, так скажем, старта проекта заработали свои первые деньги. Я не буду долго отнимать у вас времени и передам микрофон Артема. Сколько регистраций уникальных, сложно сказать, по-моему, более двух тысяч за двое суток. Более двух тысяч регистраций. Регистрации идут постоянно, каждую минуту одна регистрация точно. По крайней мере, не регистрация, а каждую минуту идет транзакция, пополнение кошелька. Сколько там, я не знаю, ну, 60 человек в минуту подключается. Ну, примерно так. Ответы будут, да. Субтитры создавал DimaTorzok Звук есть. Фразу «Звук есть». Не просто «Есть», напишите «Звук есть». Вот смотрите, у кого-то звук есть, у кого-то звука нет. Странно. Значит, это у вас, у вас звука нет, это у вас с вашей стороны проблемы. Потому что у других и звук есть. Замечательно. Да, обновите страницу, вас просят. Потому что, ну, остальные пишут люди, что есть звук. И звук есть, и очень сильный, вот пишут люди. Перезайдите, напишите сейчас в комментариях, чтобы люди перезашли, чтобы звук появился. Вот звук есть, все пишут, что звук есть. Давайте тогда подождем, чтобы остальные перезашли. И начнем. Отлично. Хорошо. Я не хочу сегодня занимать много вашего времени. У меня тоже есть определенные лимиты, у меня есть свои дела. Женя меня пригласил сегодня, чтобы я вам рассказал, ну, вообще, как у меня получается делать вот такие результаты. Кстати, у кого, например, сейчас какой баланс, напишите. Вот у меня сейчас вот такой баланс был буквально час назад. Сейчас я посмотрел там уже больше. Вот, напишите, кто сейчас видит, сколько у меня уже заработано на Сенбустере буквально за два дня. Напишите вот сумму, которую вы сейчас видите на слайде. И таким образом я пойму, что вы видите слайд. Отлично. Кто знает, кто хочет вообще узнать секреты, как у меня получается делать такие деньги во всех партнерских программах, в которых я участвую. Во всяком случае, во всех Жениных проектов, в которых я участвую, я зарабатываю сотни тысяч рублей. Отлично. Пока покажу, как идут транзакции конкретно у меня по этому проекту. Сейчас я вам покажу. Я тут слайд включил. Вот они. То есть вот так идут транзакции. Как видите, они идут реально там каждые несколько минут. И это только начало. То есть, как и говорит Женя, что этот проект принесет кому-то миллион долларов, кому-то сотни тысяч долларов. Но в любом случае заработают все, но заработают много только те, кто будет делать правильные вещи. Кто сейчас, вот именно хочет делать правильные вещи, напишите какие-нибудь там сердечки. Вот там можно в виде смайликов выбрать вот такое сердечко. Напишите в сердечке, кто хочет делать правильные вещи, чтобы получать правильные желаемые результаты. Замечательно. Хочу сначала с вами познакомиться, чтобы вообще понимали, кто я такой. Кто меня видит в первый раз, поставьте единички. Вот только те люди, кто видит меня в первый раз. Отлично. Большинство новичков. Тогда я быстренько про себя, буквально на несколько минут, пять минуточек займу, чтобы вы понимали, кто я такой. То есть, я являюсь бизнес-тренером, блогером, практикующим бизнесмен. У меня есть своя база email-подписчиков, 50 тысяч человек. И я помог заработать своим партнерам и клиентам уже больше 15 миллионов рублей. То есть, это мои регалии, для того, чтобы вы понимали, вообще, с кем имеете дело. Пока можете написать вы ваши регалии, то есть, кем вы работаете, да, вообще, какие ваши достижения. Может быть, у вас есть бизнес. То есть, напишите работа и название рабочего места, где вы сидите, да. И если вы бизнесмен, напишите бизнес и вашу нишу. Я думаю, будет интересно всем почитать, какие люди сегодня здесь собрались. То есть, я уже зимую второй год в теплой стране на райском острове Бали. Вот вы видите один из моих рабочих, один из моих кабинетов на песке. И камера стоит, я записываю видео. И вот это транспортное средство, на котором мы здесь передвигаемся, и рисовые поля. То есть, вы должны для себя понять, зачем вам, во-первых, нужны большие деньги. И вообще, зачем вам деньги нужны, зачем вам нужна финансовая независимость. Вот кто хочет, когда станет финансовым независимым, начать путешествовать. Например, тоже провести зиму, холодное время года в теплом месте. Напишите просто там сердечко сейчас. Владимир пишет, много воды. На Бали, да, Бали находится в середине, так скажем, океанов. Там много воды вокруг. Но я понимаю, что вы, скорее всего, говорите про другое, про то, что я сейчас вам начал рассказывать про себя. Но если вам не интересно, если вы не хотите действительно много зарабатывать, то можете выйти с вебинара. То есть, если вы считаете, что это не приносит результаты, то можете уйти. Я считаю, что это приносит результаты, потому что я уже нахожусь на Бали, и это все работает, что вам рассказываю. Истории – это очень важно. Вы должны понимать, зачем вам деньги. Отлично. Кто сейчас понимает, что сила понимания, зачем вам нужны деньги – это очень важно. Осознавать эту силу, что не просто делать деньги ради денег, а делать деньги ради того, что вы на них получите. Кто сейчас это понимает? Напишите сердечко, кто меня поддерживает, и, может быть, напишите нолик, кто этого не понимает. Давайте посмотрим, сколько здесь, кого людей собралось. Кто уже на определенном уровне находится, кто еще находится на нижнем уровне понимания. О, много людей, кто понимает это. Зачем им деньги нужны, ради чего. Замечательно. Хорошо. Итак, значит, первое, что вы должны будете понять – ради кого и ради чего вы будете делать эти деньги. Второй момент, если мы говорим сейчас конкретно про 7Booster. Кто готов услышать, что я первым делом сделал, чтобы открыть для себя финансовый поток именно в этом проекте? Напишите «Готовы услышать?» Или напишите «Три сердечка?» Давайте сейчас «Три сердечка» поставить. Отлично. Смотрите, включаю вам секретный слайд. Скажите, что вы здесь сейчас видите. Кто сейчас что понял? Кто сейчас что увидел? Ну, кто что понял, что на этом слайде отражено? Тысяча где-то, так, цифры, инвестиции. Пакет «Тысяча долларов», заработок, проценты. Открыты почти все позиции. Вот. Я открыл 9 пакетов сразу в начале проекта. Напишите, кто сколько из вас сейчас вложил денег. Сколько, во-первых, напишите количество цифр, сколько вы открыли пакетов. Или перечислите их просто, эти пакеты. Вот я, если бы писал сейчас ответ на свой вопрос, я бы написал 1, 2, 3, 4, то есть с первого по девятый. То есть единичка тире девять. 1, 1, 0, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, то есть 1, 4. Хорошо, я вижу, что вы поняли меня. Смотрите, какой важный момент. Почему я решил открыть... Кстати, а как посчитать, почему я решил сразу купить максимальное количество пакетов для себя? То есть вот хотя бы вот на такую сумму, на больше, чем 1000 долларов. Потому что 1000 долларов, естественно, это солидная сумма, хоть для кого, да. И, естественно, то есть если вы сейчас его еще не купили, потому что, ну, эта сумма очень большая, вы не понимаете, может быть, зачем вам это нужно сделать. Веришь в проект? Конечно верю. Да, во всех матрицах. Это же матрица, ради рекламы, движения, деньги есть, чтобы быть первым. И, отлично, смотрите, ребят, дело в том, что если сложится такая ситуация, ну, все вы прекрасно понимаете, что здесь есть, например, та же система переливов, которая, конечно, ждать вам не нужно, чтобы вам туда начали люди... Ну, то есть если вы попали сейчас в моей структуре, и вам не надо ждать от меня, что я вам начну строить там людей под вас. Вы должны сами работать. Но, неважно, как к вам потом придут люди, в любом случае, если они купят какой-то пакет больше, чем вы, купили пакетов, то есть, по сути, эти деньги могут пройти мимо вас. Это понятно? То есть, во всяком случае, я это услышал, когда общался с Женей. То, что я могу потерять часть прибыли, если, например, я куплю пакет за 1 доллар, грубо говоря, а кто-то из моих партнеров, нижестоящих, купит пакет за 5 долларов или за 10, то я потеряю прибыль от него. Кто это сейчас понял первый раз? Напишите единичку, не, давайте так, чтобы красно было. Сердечку напишите, кто сейчас понял это реально первый раз, чтобы вот визуально красным цветом сейчас было много. То, что если вы не... Кто-то из ваших пакетов внизу купит пакет больше, чем вы, вы не заработаете с этого пакета деньги. Вот, ребят, смотрите. Вот он ответ на ваш вопрос. Многие из вас уже, скорее всего, начали получать партнеров в свою структуру через перелив. Давайте, кстати, узнаем, есть ли такие. Кто из вас через перелив получает деньги? Ой, получает партнеров. Кто сейчас видел уже, что под вами начали партнеры встраиваться через перелив? Напишите, давайте смайлик поставьте какой-нибудь. Ну, вот люди пишут уже я. Давайте смайлик. Смайлик тоже видел, что люди приходят от переливов. Отлично, смотрите. И, ребят, понимаете, если вы сейчас не купили, то есть если вот этот партнер, который пришел, купил какой-то пакет больше, чем вы, то вы не заработали деньги. Какое сейчас действие, давайте скажите мне, вы должны сделать обязательно, прямо, может быть, сейчас, с этого вебинара. Прямо сейчас. Какое действие, чтобы не упустить прибыль в будущее, которая может к вам прийти? Елена пишет. Да это понятно, а где же столько денег взять на все пакеты разом? Елена, а вы переформулируете вопрос. Сколько же я потеряю денег, если не возьму пакетов по максимуму? Напишите, сколько же вы денег-то потеряете? Открыть больше позиций, выложить, купить все пакеты? Да. То есть купите, ну, я сделал сейчас пакетов до 1000 долларов, то есть я купил все пакеты, включая 1000 долларов, потому что я понимаю, что, ну, скорее всего, будут единицы, кто купит сразу там еще и на 2000 долларов, то есть потому что там общая сумма инвестиций должна быть уже 3000 долларов, но хотя такие люди тоже могут быть. И я просто сейчас вот открыл столько позиций, и в принципе у меня сейчас уже накапливается сумма, как вы видели, да, которую, даже вот я могу уже часть денег, которую заработал, опять реинвестировать, уже в следующий пакет. Вот, пожалуйста. То есть вложил энную сумму денег, и у меня уже 30%, 30% вернулось с вложенных буквально за 2 дня. Ребята, вы знаете еще какие-то бизнесы, где за 2 дня практически ничего не делая, вы можете отбить 30% своих вложений в какой-то бизнес? Вот вы знаете еще какие-то бизнесы? Я вот не знаю. Тут я реально просто оплатил пакеты, и просто начал делать обзоры на этот проект. Все. И 2 дня, и уже 30% вернулось инвестиций. Вопрос вам на засыпку, если вы не занимались бизнесом, или занимались, как раз сейчас поделитесь своими соображениями. Как вы думаете, вот в офлайне, когда люди начинают бизнес, сколько они бывают, ждут времени, чтобы у них отбились доходы? Сколько времени, так скажем, они работают в ноль, просто в ноль. Кто знает? Годы, да. То есть годы люди работают просто в ноль, вкладывают не один доллар, а вкладывают миллионы, чтобы подождать несколько лет, чтобы выйти просто тупо в ноль. Отлично. То есть сейчас вы должны понять, что вам нужно купить много сразу пакетов, чтобы... Вот тут Ольга пишет сразу, ну так у вас база подписчиков 50 тысяч, а я новичок. Ольга, я не делал... Для вас может быть это откровением, но я не делал рассылку на всю базу про Женя. Про этот проект пока не делал. То есть я рекламирую этот проект, естественно. Я как рекламировал до этого. Но если вы думаете, что я родился с базой подписчиков, я постоянно говорю, кто реально думает, что я родился сразу с базой подписчиков? То есть я вот в роддоме, меня выносят, мама на руках меня несет, ко мне подходит чувак с усами, шляпы такой, у него там мешок золота за плечами, он такой, где есть Артем Плешков? Там, вот он Артем Плешков. Так, иди распишись, ты еще маленький там, я не знаю, там плюнь или там, по писи, вот сюда на бумажку, и типа, вот твоя роспись будет, вот тебе позвал 50 тысяч подписчиков. Кто это знает? Ну, кто реально в это верит? Вот, Ольга, вот вы написали, вы верите в то, что ко мне пришел кто-то в роддоме и дал мне базу подписчиков? То есть вы серьезно так верите? Я понял, что вы, конечно, сейчас смеетесь, да, то есть вы поняли сейчас, зачем я это говорю. Это результат моего труда. Кто, вот, у кого сейчас из вас какая зарплата в месяц? Напишите. То есть если мы сейчас будем говорить про вложения, какие надо делать? 40 тысяч зарплата, у кого-то ноль, идите работайте, у кого ноль. У кого ноль, ребят, ответ один, идите работайте. Ну, как бы не надо ждать, сидеть, как Емеля на печи, сказки, да, какой-то, идите работайте. Пенсии не хватает, идите работайте, ответ один. Создавайте ценность на рынке. У меня 30 вебинаров в месяц, поздравляю. Смотрите, к чему я говорю, у меня была зарплата 2,5 тысячи рублей в месяц, когда я начинал. И то я находил деньги, я делал какие-то колыны, чтобы там насобирать и делать рекламу, покупать там рекламу в других рассылках, например. То есть вы сейчас в более выигрышной ситуации, чем я несколько лет назад. Потому что сейчас у вас есть уже какой-то достаток, есть какой-то доход. Просто нужно вкладывать правильно, просто нужно учиться этому. Итак, хорошо. Давайте подрезюмируем первую часть нашего сегодняшнего вебинара. Первый инсайт, который вы для себя, как я понял, вынесли, это то, что вам нужно идти прямо сейчас докупить какие-то прям пакеты. Прямо сейчас, потому что, смотрите, сейчас уже часть людей пойдет покупать. И покупают, как говорит Женя. И это уже деньги, которые могут пройти мимо вас, если вдруг этот партнер окажется в вашей структуре ниже. Кто сейчас идет и прямо сейчас покупает сколько пакетов? Напишите, кто какие пакеты идет и покупает прямо сейчас. И сейчас мы увидим, сколько людей конкретно, ну реально, поняли, о чем я говорю. Так, сразу предупрежу, если будут неадекватные комментарии, мы без предупреждения баним вас навсегда из этой комнаты. То есть, давайте сразу, я вас предупредил, все, без обид. То есть, вы сейчас смотрите, смотрите, и раз, вы вылетаете и не можете зайти. Скорее всего, я вас забанил. Так, 1,5, ага. У кого нет денег, идите, работайте. Идите, занимайте у друзей. деньги небольшие, начиная от доллара. Какие, ну какие могут быть проблемы, я не знаю. Если у вас совсем нет денег, даже в долларах, стоит, наверное, задуматься, вообще, кто вы по жизни. То есть, наверное, не просто так у вас сейчас нет денег. Наверное, вот есть несколько причин, почему у вас нет денег. Например, одна из причин, вы ничего не хотите делать. Вы ждете манну небесную. Это первая причина. То есть, вы привыкли только жаловаться, то, что у вас денег нет, но для этого ничего не хотите сделать. Потому что я знаю, что много вообще есть возможности заработать. Вот, кто сейчас считает, что у него нет денег, потому что он живет где-то в глухой деревне и вообще некуда свои услуги приложить. Вот реально, кто так считает? Напишите. 10 долларов пишет, хватит. Андрей, для начала хватит. Геннадий, не сомневаюсь, а Booster 7 будет разговаривать. Геннадий, мы уже о нем разговариваем полчаса. Если вы не слышите, прочистите уши. Ребят, смотрите, я сейчас живу на Бали. У меня, по сути, нет вокруг людей, которые понимают по-русски. И они все равно, то есть, ну, я все равно зарабатываю деньги. Наверное, потому что сейчас интернет стирает все границы. И чтобы зарабатывать, не обязательно бы жить в большом мегаполисе. Наоборот, те люди, которые сейчас живут в деревне, вы в выигрышной ситуации, потому что у вас, ну, у вас меньше затрат идет на жизнь. То есть, вам меньше надо на транспорт, вам меньше на еду. В городах все-таки все стоит дороже. Поэтому пользуйтесь этим. Да. Отлично. То есть, следующий момент, который я хочу до вас нанести. Почему вот сейчас вот те люди, кто начинает действовать, вы можете получить максимально большой результат. Давайте я вам покажу один график. Смотрите, что этот график значит. Вот есть продукт. Продукт, например, это 7booster сейчас, да, мы разбираем. Или, кстати, напишите, кто видит график. Напишите, сердечко, кто видит график. Отлично. Для кого сейчас это будет новая вообще информация, поставьте 5 сердечек. Вот новая абсолютная информация, вы этого не знали. Напишите 5 сердечек, вот кто сейчас видит график и не понимает, по сути, про что пойдет речь, потому что вы про это не понимаете, не слышали, и вообще как бы это мимо вас проходило. 5 сердечек. Вот для кого прямо вот надо сейчас все это рассказать. Кому это будет полезно. Отлично. Значит, я не зря этот слайд приготовил. Смотрите, любой продукт, который выходит на рынок, он, можно сказать, делится по стадиям роста. Первый столбик, какую вы видите сейчас там название? Какое вы сейчас видите название вот в первом столбике? Что там написано? В самом верху. Напишите, я жду от вас, что вот как раз пойму, видно вам или нет, то, что написано. Стадия внедрения на рынок, да? Что это значит? На этом этапе, как вы думаете, кто на этом этапе несет расходы? И приблизительно какие? Как вы считаете? Стадия внедрения на рынок. Компания, конкретно Женя, да, конкретно Женя Ванин здесь нес расходы. То есть, он делал этот проект где-то, наверное, месяца два, он два месяца вкладывал туда деньги. Как вы думаете, Женя больше долларов потратил на разработку данного проекта? Как вы думаете, больше долларов? Или он там десять долларов потратил, вложил, или тысячу долларов может быть? Конечно, больше. Кто сейчас понял, что Женя вложил больше тысячи долларов в это? Вот именно при создании внедрения на рынок? Отлично. Да, он потратил большие деньги. Я не буду у Жени спрашивать сколько, если он захочет, он сам может рассказать. Но это больше, чем тысяча долларов однозначно. При этом, чтобы ему было прийти к этой идее, он должен был потратить много времени и денег, чтобы вообще прийти к этой идее. Я уже не говорю, естественно, про это. Только сейчас говорим про разработчика, про разработку. Почему здесь идет большая растрата? Потому что здесь отсутствует прибыль от проекта. По причине того, что, как написано на слайде, идет инвестиция в разработку проекта. То есть, если вы бы сейчас захотели похожее что-то создать, вот тут заходят, я знаю, люди начинают гундеть. О, это Ванин только все деньги будут забирать, это там пирамида, лохотрон. Вот я хотел бы спросить у этого человека, ну, если тебе что-то не нравится, иди, сделай свой проект. А ты, наверное, это не сделаешь, потому что ты даже 10 долларов найти не можешь. о каких тысячах долларов говорить речь. Ну, то есть, понятно. Кто сейчас осознал важность вот этого первого шага? То, что человек, предприниматель настоящий, он вкладывает деньги на 100% еще, не зная, то есть, что он может заработать и окупить вложения. То есть, у него просто есть гипотеза и ощущение, что он заработает. И это ощущение мне очень близко, потому что я сам предприниматель, и когда какой-то делаю обучающий курс, я понимаю, что я на нем заработаю, но это не 100% гарантия, потому что мы все не имеем дара предвидения, вот как Ванга, например. То есть, понимаете сейчас этот момент, то, что предприниматель идет на разумный риск. Напишите сердечки, кто это осознал. Потому что, если вы тоже хотите быть предпринимателями, вы должны идти на разумные риски. Хотя разумный риск это такое словосочетание достаточно интересное и двухсмысленное, как может быть риск разумный на самом деле. Но вы приблизительно понимаете, что, наверное, будет это работать. Например, давайте сейчас оценим, будет ли работать 7booster. Как это можно сделать? Кто знает, как можно оценить, будет работать 7booster или нет? Прямо сейчас на этом вебинаре как можно оценить? Никуда прям не выходя, а вот просто как можно оценить и понять перспективы этого проекта. Кто мне может помочь? Достаточно просто посмотреть на ажиотаж вокруг этого проекта. Как мне сказал Женя, не знаю уж насколько эта информация инсайдерская, Женя, если ты меня еще слышишь, скажи, можно это сказать, сколько посещений было за сутки уникальных ты сегодня мне говорил утром в кафе? Напиши «да», если можно, если ты еще на связи и тебя не выбило. Ребят, хотите знать, сколько посещений было за сутки на этот проект? Напишите сейчас сердечки, если хотите. Уникальных посещений. А кто уже Женя написал, да. Ребят, 17 тысяч человек. У кого сейчас есть вау-эффект? Вот сколько? 17 тысяч? Это такой городок маленький пришел, да? В день, да, за сутки. Андрей, в день, в день. У кого сейчас реально как бомбануло? То есть поставьте столько сейчас сердечек, вот сколько у вас сейчас бомбануло? За сутки, за сутки 17 тысяч. То есть ожидаемо, что в следующие сутки опять придет как минимум 17 тысяч человек. У кого сейчас бомбануло? Вот давайте напишите прям сердечками. И это только начало, это буквально прошло несколько дней после старта проекта. И сейчас вы должны понять четко, что эти все люди могут принести вам деньги. Вот кто сейчас это четко понял, ну конечно если вы сами купите какие-то стартовые пакеты, кто сейчас понял, что это может вам принести деньги, напишите смайлик, чтобы я понял, что вы поняли, что если вы купите здесь, начнете покупать пакеты, часть этих людей, которые приходят каждый день, она будет тоже вам деньги приносить. Кто это четко понимает, поставьте именно смайлики. Но это только те естественно люди будут получать деньги, кто сам купит какие-то пакеты. То есть если вы не купите, если вы не найдете деньги, не найдете эти баксы, то это доход пройдет мимо вас. То есть вы опять придете через год на новый проект, который Женя сделает еще и не один, и вы будете опять говорить, что у вас нет денег, и все то, что вам говорили делать, вы опять делать не будете. И так будет без конца у вас в вашей жизни. Колесо, короче, вот такое. Николай спрашивает, каким образом, если они не мои партнеры? Николай, первое, первое, каким образом люди будут вам приносить деньги, если они не ваши партнеры? если вы покупаете сам пакет, то, наверное, вы понимаете сейчас, что вы покупаете рекламу на сайтах проектов. Вот кто сейчас это осознал? Что когда вы покупаете пакет, вы покупаете не просто, чтобы быть в матрице еще, вы покупаете рекламу, которую можете крутить на этом же сайте и на сайтах компании. Вот кто сейчас это понимает? Вот сейчас на рекламе зарабатывают Яндекс, Гугл, Ютуб, потому что у них очень большой тратит, большая аудитория. И Женя создает, по сути, такие же проекты, которые притягивают большое количество людей, причем целевых людей, людей с бизнес-мышлением, ну, во всяком случае, людей, которым это интересно. Отлично. Реклама оплачивается всегда. Когда вы покупаете контракт, пакет какой-то, да, вот как вот если посмотреть на мой слайд, но я не буду сейчас его показывать, я уже показывал, вы покупаете еще рекламу сразу, которую просто потом на эти деньги, которые вы купили, рекламу, вы ставите какой-то там продукт, рекламировать сервис и все. И эти 17 тысяч человек могут увидеть в день ваше предложение, кто-то из них что-то купит, вы заработаете деньги. Реклама должна быть именно по бизнесу, спрашивает Андрей. Андрей, надо все тестировать, но мне интересен бизнес, и я вот, если выбирать, я бы рекламировал какие-то проекты, какие-то бизнесы, какие-то информационные курсы и так далее, которые связаны как-то с личностным ростом, с мотивацией, с бизнесом. Отлично. Все, мы закрыли с вами этот вопрос. Теперь вы четко еще раз поняли, поставьте сердечки, что надо идти и покупать рекламу прямо сейчас, покупать вот эти рекламные пакеты, которые там доллар, 10, 100 долларов, 50, и желательно прям вот сколько можете купить по максимуму. Я купил прямо до 1000 долларов. Там сердечки сейчас поставьте, чтобы вы это осознали. Замечательно. Покупка пакета – это стоимость рекламы? Да. Светлана, это так. Хорошо. Пакет купили, что дальше? Дальше что? Вы купили пакет. Теперь вы должны на этот пакет разместить рекламу. Как это сделать, есть в видеоуроках у Жени. Отлично. Идем дальше. Стадия роста. Что такое стадия роста? Здесь, так как рынок еще не знает о продукте, то есть вот если, например, возьмем количество людей, которым интересны проекты в интернете по заработку, ну сколько их, напишите, сколько их там человек, по вашему мнению, интересуется в России, в странах СНГ, в общее количество людей, которым в принципе интересны деньги, заработок, которые ищут что-то это в интернете. Как вы думаете, сколько, какое количество людей? То есть какой приблизительный объем рынка? Кто-то пишет 50 миллионов, кто-то пишет там, ну напишите еще. Кто как считает? Давайте как считаете. Что значит 30%, Антон? Я не понимаю в процентах. Напишите мне количество людей. Ну давайте для удобства возьмем 50 миллионов. Вот нам написали. Например, это 50 миллионов человек. И вот смотрите, это наш рынок 50 миллионов. Вот все это поняли? Напишите, понятно, да, напишите. И в стадии роста это, вот эти 50 миллионов, вот сейчас это идет стадия роста. Вот сейчас это стадия роста. То есть еще не весь, не все 50 миллионов знают, а вот только 17 тысяч уникальных посетителей заходят в сутки. То есть 17 тысяч сегодня зашли, завтра 20 тысяч зашли. То есть, чтобы еще люди зарегистрировались в проекте, они должны увидеть это предложение несколько раз. То есть те люди, которые зашли сейчас, они могли не зарегистрироваться, потому что для них мало одного раза. Им нужно сделать соприкосновение с предложением как минимум там 8 раз. Ну, кто за собой замечал, что если вы видите рекламу в интернете, там первый раз вы на нее не реагируете? Вот кто замечал? Поставьте сердечки. Что видите там какую-то рекламу, мельком, но на нее там не кликаете ничего. То есть, ну, потому что вы видели ее, только сегодня начали ее видеть. Да, вот видите, сердечки пошли. Вот, то есть из-за того, что люди не сразу реагируют на какие-то предложения, естественно, им нужно увидеть это несколько раз. И те люди, которые вот сейчас не зарегистрировались, но заходили, они зайдут, например, еще 5 раз, потому что ото всех источников будут про это узнавать, и зарегистрируются. То есть будет идти вот эта стадия роста. И чем хорошо будет в стадии роста? Давайте, вот как вы думаете, какие плюсы? Какие плюсы, когда есть стадия роста? Какие плюсы, как вы считаете? Опишите плюсы. Если не знаете, какие плюсы, поставьте минусики, чтобы я не ждал. Можно снять сливки. Начало, хорошо быть первым. Еще. То есть первые места. То есть, смотрите, рынок свободен, про проект еще никто не знает. И вероятность того, что люди могут быть в вашей структуре, очень большая. Потому что про проект еще никто не знает. Вот это понятно? То есть люди могут услышать про ваш проект, ну вот про проект Женни, из ваших уст. И если вы правильно сработаете по приглашению, то эти люди будут в вашей структуре, и вы будете зарабатывать деньги. То есть вам проще найти сейчас людей, которым этот проект может быть интересен. Всем ли это понятно? Поставьте сердечки. Это мы про плюсы поговорили. То есть раз вы, вам проще найти людей, значит вы можете быстрее построить структуру и быстрее заработать много денег. То есть меньше надо вложить времени в это все. Отлично. Но как бы есть коварная сторона, то есть есть и минусы. Вот как вы считаете, какие минусы? То есть как всегда, есть и плюсы, и есть минусы. Как вы считаете, какие минусы есть? Нет, Андрей, не потеря денег. Нет, не риск. Нет. Недолгосрочно, нет. Вообще не в ту сторону смотрите. Риск, именно вот какие минусы? Минусами я называю, то есть преграды, почему может быть сложно продвигать проект. Недоверие. Вот правильно Лилия пишет. Лилия первая написала правильно. Недоверие. Люди еще не слышали про этот проект, и они не доверяют ему. То есть страшно нести куда-то деньги, про что раньше не слышали. То есть новое что-то вам предлагают, то, что на рынке появилось. И люди, естественно, сразу относятся к этому со скептицизмом. Вот кто, может быть, из вас относился сначала со скептицизмом к Жене, к его проекту? Может быть, ко мне кто меня первый раз сейчас видит. Может быть, когда вы в комнату зашли, первый раз увидели какого-то мужика, и у вас сразу, особенно Геннадий, тут очень сильный скептик был, ну, что ты такой, про себя рассказывает, и вот куда-то сейчас свалил. Ну и хорошо. То есть вот оно. То есть если вы поняли сейчас про скептицизм, поставьте сердечку. То есть в этом проблема, то, что люди сразу не доверяют новому. Им нужно время, чтобы вообще вникнуть в тему. Вот. То есть, видите, есть и минусы, есть и плюсы. А какие еще могут быть минусы? Да? То есть проект начинает только работу, и там могут быть какие-то баги. То есть вот для этого Женя сейчас сделал там неделю бесплатно, чтобы протестировать на наличие багов, потому что в систему заходит очень много людей, и он таким образом хочет вам сделать подарок, когда делает возможность бесплатно получать трафик. Вот. То есть, ну, это не страшные на самом деле минусы, но многие люди этого боятся. Вот. Ну, надеюсь, что вы не будете этих минусов бояться, и не будете ждать момента, когда все уже про этот проект будут знать, и потом они вам уже будут про него рассказывать, а вы будете говорить, ну да, я уже про него слышал год, но ничего для этого не сделал, поэтому деньги не заработал. Вот кто сейчас обещает, что так делать не будет, что вы прямо сейчас клинитесь в бой, и не будете откладывать на завтра то, что надо сделать уже сейчас. Поставьте сердечки, кто принимает решение, и кто сейчас осознал, что это нужно делать быстрее, пока идет стадия роста, у вас есть возможность реально вложить минимум времени и сил, а получить максимум результат. И, скорее всего, кто реально из вас поработает в этом году, вы можете уже в следующем году, я не знаю, переехать в другой город, купить себе дом, автомобиль и так далее. Отлично. Потом идет стадия зрелости, то есть идет пик продаж. Стадия зрелости наступает вообще от того, как проект распространяется, как рынок распространяется, вернее, как продукт распространяется по рынку, и вот эта стадия зрелости, по сути, это когда максимальное количество людей начинает узнавать про проект. И здесь вы прибыль получать будете, но чтобы уже найти клиента, нужно затратить больше времени и сил. Ну, например, проекты, которые, продукты, которые уже все знают. Кто из вас слышал про Reflame хотя бы раз? Напишите сердечку, кто слышал про Reflame. Кто, а кто слышал про Avan? Напишите два сердечка. А кто слышал про Gerbalife? А кто слышал про Amway? То есть, смотрите, ребят, но компании, как ни странно, они все равно существуют, продолжают существовать, хотя вот Amway я знаю, по-моему, там я вообще сто лет уже. По-моему, сто лет Amway, да, вот было. И постоянно продолжают появляться новые дистрибьюторы, но, естественно, чтобы найти уже людей, компанию, приходится работать сильнее, сложнее и больше, потому что на рынке уже это известно, и первое возражение, которое встречается от людей, которым вы рассказываете про этот проект, как вы думаете, какое, когда уже про проект все знают, уже сто лет проект существует, как Amway и так далее. Как вы думаете, какое возражение от людей вы начинаете слышать на стадии зрелости проекта? Я уже там. Еще какое возражение? Поздно. То есть, люди говорят, что я уже, ну, уже все знают про Amway, и там уже, ну, очень сложно найти, типа, бизнес-партнеров. Там уже все, типа. Вот, пожалуйста, это, так скажем, минусы, когда, ну, стадия зрелости произошла. Но все уже в этот проект верят, все уже ему доверяют, и так далее. То есть, пользуются услугами, продуктами, но бизнес там строить уже очень сложно. Понятно сейчас, почему вы, вам сейчас реально повезло, вот, вы везунчики, те люди, кто прямо сейчас находится в этом комнате. Потому что, Женин проект, вот этот, он еще не на стадии зрелости. И у вас реально есть тысячи возможностей здесь сделать миллионы долларов. Потому что, реально, рынок свободен. Кто сейчас еще раз убедился, ну, кто вообще понял, что вы не зря сегодня пришли на вебинар, и вы теперь поняли, что вам нужно выделить реально время на развитие этого проекта. чтобы не упустить возможность подняться вот на этой волне, как серфер поднимается на своей доске, пытаясь на океане. Вот кто сейчас понял, что вы реально пришли на этот вебинар, и благодаря мне узнали классную информацию, которая будет вас мотивировать идти быстрее в нужном направлении. Это просто нужно мне, чтобы я понял, что я сегодня не зря с вами посидел. Можете написать даже какие-то слова, типа, благодаря вам классный вебинар, я понял, что мне нужно быстрее действовать, и я выделю в своем календарике больше времени на этот проект. Ну и здесь, естественно, дальше идет стадия спада, то есть рынок падает, потому что он весь заполнен уже, и здесь уже партнеров найти будет еще сложнее. В это время, конечно, появятся новые проекты, и те люди, которые будут в этом проекте, они в самом начале вы, конечно, будете очень много денег зарабатывать, но я думаю, это будет лет через сто, потому что Абвей тоже уже сто лет существует, и до сих пор там выходят лидеры, крутые люди, которые работают, потому что по статистике работает на самом деле, вот прям выжобывают, и правильно делают бизнес на один процент. Один процент, ребят, вот из этой комнаты 139 человек, из этих 139 человек два человека мы, я и Женя. Получается, еще где-то один-два человека в этой комнате реально достигнут успеха в какой-то, ну, в этой компании или в других компаниях, то есть всего где-то один-два человека. Все остальные это лоботрясы, то есть это люди, которые, ну, так скажем, не хотят ничего делать. Кстати, кто относит себя реально к людям, которые будут достигать и идти и получать результат, то есть не лоботряс, а человек, который четко знает, чего хочет и будет достигать успех, поставьте сейчас сердечки, кто себя относит именно к серьезным ребятам, которые серьезно могут делать результат. О, у нас тут больше, чем один человек. Супер, прям сегодня собрались одни лидеры, это круто. Такое тоже может быть, и я рад, что сегодня я общаюсь с лидерами. Хорошо, давайте сейчас еще раз скажу, кто с вами был, кто сегодня с вами, вам что рассказывал. Меня зовут еще раз Артем Пришков, кто только присоединился. На слайде вы видите, что я помог заработать уже больше 15 миллионов рублей своим партнерам, своим ученикам в общей сложности. Поэтому делайте то, что я вам говорю, и будет вам счастье. И что вам нужно сделать сейчас, чтобы у вас было вот так же, это следующий ваш шаг, идите сейчас и быстрее покупайте пакеты. Прям быстрее. Не откладывайте на завтра то, что надо сделать сейчас, чтобы не упустить прибыль. Если кто-то еще не верит, вот, пожалуйста, я не основатель проекта, а один из партнеров, и вот у меня уже какие балансы. 422 доллара. Кстати, пока этот скриншот я сделал где-то полтора часа назад. Кто хочет сейчас увидеть новый результат по прибыли, пока я с вами ввел вебинар? Напишите сердечки, кому интересно узнать. Тогда я заморочусь, зайду, сделаю скриншот и еще раз вам покажу новый результат. Сердечки, если поставите. Отлично. Давайте ради интереса посмотрим. Я сделал сейчас скриншот. и посмотрим, посмотрим. Кстати, можно даже, да нет, просто там сделаю скриншот, да и все. И загружу картинку. Так, материалы. То есть, пока кто-то из вас сомневался, говорил, что у него нет денег и так далее, я в течение вебинара уже сделал определенный кэш. Сейчас я вам покажу. То есть, это еще раз доказывает. А что-то, кстати, ребят, доказывает вот эти мои деньги на балавице. Вот что они доказывают? Как вы думаете? Я уже загрузил картинку, сейчас она отформатируется, чтобы отобразиться. А пока напишите, как вы думаете, почему у меня есть деньги, а вот у многих здесь нет. Какая, в чем причина? Да. Правильная стратегия. Надо действовать сразу. Есть знания. Опыт, ресурсы, знания. Ресурсы, кстати, у вас есть. Решительность. Все дело в том, что я то, что вам рассказываю, это работает, ребят. Вот что. То есть, то, что я сейчас сегодня с вами поделился, это работает. То есть, если бы это не работало, я бы сейчас не заработал денег. Все просто. И сейчас еще будет блок ответа на вопросы, в рамках которых вот именно задавайте мне если по продвижению или еще что-то, я могу вам ответить. Вот, посмотрите, ребят. Вот сколько сейчас у меня уже на балансе. Сколько я заработал, кто шустрый, сколько я заработал за это время, за полтора часа, пока мы с вами общались. Кто помнит предыдущий слайд? 77 долларов. Ребят, 77 долларов за час. При этом я ничего не делал, по сути, никого не привлекал. Я проводил вебинар на всех партнеров, по сути, Жениных. Это круто. 77 долларов за час. Ничего не делая вот именно по продвижению даже. Это чисто идет работа матрицы. Блин, это 5 тысяч, что ли, заработал? Около 5 тысяч рублей, ребят. Анатолий пишет, Артем, тебя все знают. Нет, меня не все знают. Знают все, Путина, Трампа, и то их даже не все знают. Меня знает всего 50 тысяч человек, из этих 50 тысяч человек активных полторы тысячи. То есть, те, которые каждый день меня открывают. Мои письма я не веду. Поэтому есть люди, у которых базы намного больше, чем у меня. Подход к стратегии. То есть, надо вам делать правильную стратегию. Итак, блок ответа на вопросы. Может быть, вам что-то хочется у меня лично спросить, да, по проекту, может быть, какие-то там. Выделю буквально 3-5 минут и отвечу. Александр пишет, не могу зарегистрироваться в проекте, выдается ошибка пользователя с таким имейл уже зарегистрированным в одном из проектов Freedom Technology. Александр, мы вам же уже ответили в этом комментарии. Вы уже зарегистрированы в каком-то проекте из Freedom Technology. Введите просто те же самые логины и пароли и вы войдете в 7booster. Каким сервисом рассылок пользуешься НСЕКРЕТ? Секрет. Подписывайся на меня и узнаешь. Можно рекламу, мою рекламу видят только посетители других сайтов, не знаю, это надо к Жене, но сейчас он не говорил, что в скором будущем точно будут видеть другие посетители других сайтов. Это точно. Какую рекламу можно дать? Баннерную рекламу? Или уточните вопрос. Любую рекламу, которую хотите, про нормальные какие-то проекты, про какие-то бизнес-пакеты, MLM-компании и так далее. Как привлекать партнеров, спрашивает Ольга. Покупать рекламу, создавать отчеты, рекламировать эти отчеты в социальных сетях, записывать видеоролики, покупать воронки продаж, всякие РСО-комплекты, а лучше самому научиться делать какие-то продукты и воронки продаж. Я, кстати, скоро буду про это делать продукт, так что ожидайте, рассылки Женя сделает и сможете записаться. Я зарегистрировалась в проекте вчера, но не могу, не пойму, после покупки пакетов что делать. Изучать видео, которые дает Женя по этому проекту, там все рассказано. «Можно купить пакет без рекламы?» Пишет, спрашивает Татьяна Колесник. «Вы когда уже покупаете пакет, вам уже дается пакет рекламы. Вы, по сути, покупаете эту рекламу через эти пакеты. В этом саи суть инновация Жениного проекта. Где отображается закрытие матрицы? Сейчас она отображается в истории операции. Надежда, как зарегистрировать PR-кошелек, если видео на моем YouTube-канале? Надежда, как зарегистрировать PR-кошелек? Есть видео на моем канале. Артем, а где можно взять баннер на MLM всем миром? Сделать самому или запросить у фрилансера? Оплатить ему 500 рублей вам сделают. Запомните, все можно сделать чужими руками. Для этого есть биржи фриланса, есть партнеры, может быть, есть какие-то партнерские чаты, в которых вы присутствует, можете найти единомышленников и скооперировать силы. У меня изображение баннеров загружается очень сложно. скооперировать скооперировать скооперировать. Если есть проблемы технического плана, пишите в службу поддержки, не ко мне. Я не технари, тем более вам не помогу. Жень, ты разобрался с интернетом, заработал? Я могу дать тебе слово, если ты хочешь что-то ответить. еще, ребята. Люди, так, с WebMoney заплатить нельзя, спрашивают Андрей. Андрей, ну, я не знаю, давайте сейчас Женю передам в микрофон. Все, ребята, если вам понравилось, еще раз, поставьте сердечки, как вам понравилось. Если вы хотите, чтобы Женя сделал рассылку и рассказал про мой скоро запускающийся курс, как раз по воронкам продаж, то поставьте пять сердечек, то есть не одно, а пять. Это администратором, как, что люди ждут и надо. Ничего обещать не буду, но в течение недели можете ждать. Отлично, вижу, людям было полезно. Все, Женя, я отключаюсь и передаю тебе слово. С вами был Артем Плюшков, всем хорошего настроения, много денег, здоровья, пока. Друзья, еще раз всем привет. Как слышно мой хриплый голос, поставьте, пожалуйста, плюсы. Артем иногда жестко говорит, но по делу. На самом деле, Артем, если кто-то не слышал, он когда-то работал почтальоном, ой, почтальоном, на почте, сидел за компьютером за 2,5 тысячи рублей в глухой деревне. И сейчас мы, по сути, соседи, как будто бы, по острову. С Артемом я знаком на самом деле несколько лет, но вживую мы познакомились в прошлом году. И меня очень поражают его успехи, продвижение партнерских программ, всего остального. Поэтому все-таки нужно слушать таких людей, неважно верите в проекты, не верите. Просто смотрите на живые примеры, что происходит. И Артем, я думаю, вам плохого не посоветовать. Какие у нас есть обновления сейчас по 7booster? Если вы зайдете в 7booster, у нас появилась боковая панель, такая специальная. То есть, как я и говорил, у нас в компании много проектов разных. Это и OfferInvest, и наш хостинг, и Hunter Lead, и LookitLink, ну и соответственно сам 7booster, есть еще биржа фриланса. Здесь вы будете видеть такой виджет сбоку. С левой стороны если видите, поставьте плюсики, друзья, пожалуйста. Или только у меня такое обновление появилось. Видно, все отлично. Вот смотрите, что будет происходить сейчас. Все люди, которые сюда будут сходить на 7booster, они волей-неволей тыкнут на эти кнопочки и смогут зайти на другие наши проекты. И как сегодня говорили, то, что я не могу зарегистрироваться, потому что такой email уже в базе существует. Значит, вы уже зарегистрированы в одном из наших проектов. О чем это может говорить? То, что все ваши партнеры, клиенты, которые сейчас придут в 7booster или придут в другие проекты, они дальше закрепляются за вами. Во многом, почему у Артема тоже такие еще хорошие результаты в деньгах, потому что он участвовал в нашем проекте и участвует до сих пор в offer инвестии. И большинство его рефералов, они уже знают, что наши компании запускают новый проект, они автоматически пошли тоже сюда регистрироваться. То есть, таким образом, пусть остался баннер, я ничего вам не показываю, я рассказываю, друзья. Таким образом, привлекая сейчас клиентов в 7booster, они зайдут и в клуб offer-invest, вы там будете зарабатывать по партнерской программе, в лук и клинк и в другие наши проекты. Сейчас магазин как раз мы будем запускать уже сервис приема платежей оплаты услуг, ну и другие разные сервисы, там, как я говорил, сейчас будет еще скриншотер, когда вы будете скриншотами делиться и там же тоже будет реклама эта отключиваться с 7booster. То есть, мы постоянно создаем новые проекты и ваши усилия, они не будут проделаны зря. То есть, если даже человек не оплатил, допустим, рекламный пакет, может быть, он ему нафиг не нужен, но в планах вообще сделать по аналогичной схеме, да, именно на 7booster покупку не только рекламы, но и, возможно, каких-то специальных пин-кодов, полезных курсов, там, еще что-то, то есть, чтобы люди покупали и за счет этого мы создавали товарообороты, которые помогут и вам, во-первых, быстро зарабатывать, и компании также быстро двигаться и создавать новые платформы, новые площадки, улучшать старые, да, то есть, которые уже созданы. Давайте теперь пробежимся по вопросам. Так, Женя, у меня пакет 1, 2, 3, сколько я могу разместить рекламы. А, Светлана, там написано, первый пакет, смотрите, за 1 доллар вы получаете 1000 показов. Вот, вы можете хоть на эту 1000, хоть 10 баннеров разместить, хоть 100, да, но просто на каждый баннер у вас будет по 10 показов. то есть, вы из этой 1000 можете там взять два баннера, да, у вас есть там два проекта, или протестировать, какой баннер лучше работает. То есть, берете баннер одной, сначала компании, да, и второй, смотрите, на какой больше кликов идет. А чтобы клики проверить, да, сейчас, к сожалению, на 7booster и нету статистики, да, переходов, вы можете воспользоваться нашим проектом Lookitlink, сократить свою реферальную ссылку на нем, и там уже отслеживать. Все это очень легко делается и особо не заморачивайтесь. Вот, к сожалению, сейчас, вот, пока тесты идут, там, сами видите, реклама очень быстро откручивается, но и на сайте очень много людей на самом деле. А вот на данный момент, сейчас я просто обновлю статистику, за сегодня визитов 23 317 человек пришли, 65 711 просмотров и 17 342 уникальных посетителя. Это на 127 процентов больше, чем вчера. А вчера было 13 668. То есть, если так вот предполагать, то сегодня, ну, будет больше 25 тысяч на сайте. Представьте, то есть, какой ажиотаж поднялся. И я вот сам сейчас наблюдаю просто за партнерами, кто записывает видео, отчеты свои, у кого там уже какие-то первые результаты есть. Я понимаю, что сейчас трафика пойдет еще больше. Мы тоже с программистами работаем тоже в усиленном режиме. Стараемся, чтобы реклама, которую мы сейчас будем дальше запускать, она работала действительно качественно, потому что именно мы акцент делаем на качестве продукта. И хотим, чтобы вы получали результаты, даже те люди, которые не умеют приглашать кого-то в партнерскую программу, хотя бы получали результаты от рекламы. С вложенного доллара как минимум должны вернуть два. Понятно, что не у всех это получится, потому что конверсия рекламы зависит не только от компании, а зависит от самого оффера. Если у вас оффер действительно крутой и продающий, то с 1000 показов вы получили там 10 переходов, и если там 20% у вас конверсии, то два человека купили продукт. Если продукт стоит там, к примеру, 100 рублей, то есть это 200 рублей вы получили, вложили доллар, то есть 60 рублей, 120 рублей там чистого дохода получится. Как-то так. Вот. Давайте дальше. Друзья, давайте я сейчас знаете, что сделаю. Я пока на замочек поставлю, потому что у меня все перед глазами плывет. Плывет в плане не того, что я тут сижу пьяный какой-то, а в плане того, что чат очень быстро двигается с вашими вопросами. Так, по пакетам я ответил. Пауэр работает из Украины. Плеер работает, по-моему, везде он. Если не работает, у вас заблокирован, да, попробуйте установить в VPN такую штуку и будете заходить через другую страну. Называется она ZenMate. ZenMate. Устанавливаете и можете хоть откуда заходить, хоть с Америки, хоть с Германии. Я этим браузером пользуюсь для того, чтобы заходить на букмекерские конторы иногда и так далее. На те сайты, которые не открываются. Так, оплата происходит через PayPal. Нет, я не знаю, друзья, оплата у нас происходит через Payer. Пока что Payer мы подключили, это самый быстрый был возможный способ подключения сайта и выплаты партнерских вознаграждений. То есть, вы знаете, что выплаты идут моментально, то есть, ежесекундно. Это делается не вручную, это делает сама система. Поэтому, если бы мы вручную обрабатывали, сами понимаете, пришлось бы брать процент еще с вас за обработку этих платежей. А так, все это идет в автоматическом режиме. Потом подключим другие системы. Как раз сейчас я возвращаюсь в Россию, буду оформлять документы с Яндексом, хотим сотрудничать и так далее. Точнее, они уже готовы с нами сотрудничать еще с прошлого года. Так как я полгода в Индонезии нахожусь, я не могу перевести здесь документы нашей компании на русский язык и подать их на утверждение. Так, давайте ниже спустимся. Что у нас тут? Почему размер нельзя выбрать баннера? Потому что тестовый период, друзья. Какой размер сейчас вы будете выбирать? У вас там единый размер сейчас везде стоит. это 240 на 400. Дальше, как только мы все это оттестируем, наладим показы на уникальных посетителей, соответственно, появятся другие виды баннеров, которые вы сможете загружать через кабинет. как поинты. А не нужно их никуда переводить, вы заказываете рекламу и оплачиваете ее поинтами. Просто выбираете при оплате рекламного баннера поинты. почему показывается баннер Артема? Не знаю, комната сломалась, а у меня почему-то нет переливов. Татьяна, ну, не надо ждать переливов, они придут постепенно. У кого-то есть, у кого-то нет. Тут же не печатный станок стоит, который под вас. Что такое переливы? Давайте прежде всего разберемся. Это те же самые клиенты, которые покупают рекламу. И надо понимать сразу, переливы есть у тех команд, которые работают. И компания сама тоже постепенно заполняет все эти недостающие пустые места. Но если сидеть и ждать переливов, представьте, вот сейчас все сядут и будут ждать, когда же там переливы начнутся. И переливы не начнутся, потому что все будут сидеть и ждать. А кто-то один будет работать, и у него будет все нормально. Как у Артема, например, и у других партнеров, которые сейчас присоединились. Они понимают, что мы покупаем реальный продукт, реклама, которая будет показываться на сайтах. Сейчас реклама халявная, вы не тратите запустить свои баннера уже в рекламу. С нормальной откруткой, то есть этих показов. Надо просто понять, что вы покупаете, друзья. Не смотрите на проект 7booster, как на чистый матричный проект. Если вы будете с этой стороны смотреть на него, тогда я не вижу смысла продолжать вам рассказывать о преимуществах этого проекта и так далее. Это же матрица участвуйте в ней, да и все. Какая разница, что вы покупаете, если вы готовы покупать воздух? Разницы тогда нет никакой. Какая разница, что продавать? Вообще никакой разницы. Можно вообще даже проекты не делать, просто давайте мне денег, потом приведете еще двоих, они вам дадут денег. Вот офигенная схема. Можно по такой схеме работать. Какая разница, вам все равно что покупать. У именно Татьяна, что у вас такая цель, просто есть люди, которым какая разница, что покупать. По сути, на самом деле, так и есть. Деньги это обмен энергией. И любой бизнес это тоже обмен энергией. Представьте, что давайте мы уже раз об этом заговорили. Представьте, вот у меня мед тут стоит. Мед. Это бизнес. И вот допустим сахар возьму. это люди, которые в этот бизнес приходят. Смотрите, что произойдет, если допустим приходят люди, это по сути поток энергии, который идет в бизнес. Если бизнес ничего не отдает людям, что получается, то что он сначала наполняется, но так как нет отдачи обратной, тот источник, который дает энергию, тоже иссякает, все рушится. но если все это работает взаимосвязанно, то есть люди отдают свое время и деньги бизнесу, тратят свое время и деньги на бизнес, бизнес отдает это все обратно людям, получается такой круговорот, энергия замыкается и бизнес начинает расти, потому что всем от этого хорошо, и бизнесу, и тем, кто принимает в нем участие. Это если так с точки зрения энергии говорить. то есть это движение денег. Если где-то происходит закупорка, то есть система ниппель, туда дуй, оттуда ничего не выдувается. То есть туда вдували, 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 надоело вдувать и ушли. У нас компания работает совсем по другой системе и я думаю вы в этом скоро убедитесь сами. Я никого не собираюсь убеждать. Поэтому поставил рекламу, так и висит, осталось 2000 показов, реклама не показывается. Наталья, все у вас показывается, 2000 показов они не откручиваются. Я же еще раз говорю, реклама сейчас у вас бесплатная. То есть у вас баннер стоит, он крутится, их просто очень много сейчас. Мы тестируем на нагрузку эту всю сеть рекламную. Поймите, мы не можем сейчас запустить ее на остальные сайты по одной простой причине, пока мы не удостоверимся, что это все будет работать под такой нагрузки, которая вот сейчас даже идет. У нас сейчас загружено более, когда у нас летучка сегодня была с нашими программистами, 1300 баннеров за два дня. Просто за двое суток 1300 баннеров загружено уже. И откручивается. Открутилось уже 12,5 миллионов показов, друзья. 12,5 миллионов за двое суток. Анатолий, ну как я его сейчас буду убирать, что он мне не мешает. Я вот с вами общаюсь нормально. Что цифры раздражают. Александр, вы зарегистрированы в наших проектах, поэтому заходите под логином и паролем оффер инвестора или еще какого-то проекта. Я еще раз заблокировал чат, друзья. Пишите ваши вопросы. Буквально пять минут и я пойду все-таки отдыхать. Так, уберите в оплате по умолчанию 100 долларов. А поставьте один. Я не заметил и не понимал, почему не хватает средств. Друзья, ну надо быть внимательнее. Стоит по умолчанию, это не мы ставим. По умолчанию ставят пэйр, но можно проверить, я не знаю, может есть там какая-то функция, которая по умолчанию ставит там один доллар. Я думаю, я думаю, это не так критично. Так, понеслись опять вопросы, друзья. Давайте еще считаю до пяти и останавливаю чат. Раз, два, три, четыре, пять. Еще ставлю замочек. Это последний вопрос, на который я отвечу. не добавляется картинка, что делать размер правильный постоянно. Мучения. Ох уж мне эти мучения. Что у нас за бизнес такой, прям мучаемся мы, друзья. Не сможем картинку никак, я не знаю, ну что я сделать могу Наталья. У меня все загружается, у других партнеров вы тоже видите, баннера загружаются. Может быть вы какую-то неправильную картинку загружаете. Баннер должен быть размером 240 на 400, либо 120 на 200. Пока так. На каких ресурсах будет показываться реклама на всех ресурсах компании Freedom Technology? Все эти ресурсы вы можете сейчас наблюдать часть этих ресурсов точнее вы можете наблюдать в кабинете 7booster в виджетах это Hunter Lead проекты другие, которые у нас еще есть. Сейчас это будет также скриншотер уже готов, практически магазин и так далее. Диск, откуда будут скачиваться файлы, потому что у нас сейчас, смотрите, мы запускаем магазин, туда загружаются файлы, также, которые для продажи идут, и когда человек скачивает, там, знаете, такое пишется, скачивание файла начнется через 15 секунд, вот, и вот эти 15 секунд человеку будет показываться какая-то реклама, и, соответственно, только после этого появится там ссылка на скачивание. Ну, и так далее. Так, Любовь. Женя, уменьшить размер баннера с Джаст Клик можно? Да можно, конечно. Друзья, можно делать все, что угодно, у вас нет никаких ограничений, я вас ни в чем не ограничиваю, самое главное, не обманывать никого, и говорить только правду. Вот. Если вы это научитесь делать, будет хорошо. А все остальное делайте, видео мои качайте, картинки берите, все, что вам надо, пожалуйста, мне ничего не жалко, забирайте хоть, что у меня есть там на канале, и к себе ставьте. У нас есть, канал на Ютубе, мой личный есть канал, могу скинуть, если надо, сейчас скину, и есть также, вот сейчас мы завели канал, именно по 7booster, у нас много каналов, просто у компании, по каждому проекту мы делаем канал, по сути, у нас и по JustClick, и по JustClick. так, вот я вам сейчас скину ссылку на основной канал, у нас основной канал, по 7booster, можете туда перейти, сразу подпишитесь, чтобы потом видео не пропустить, потому что я каждый день практически видео выкладываю, единственное, что сейчас перелет у меня будет, два дня займет, отсюда, и пока до дома доеду, может быть, ничего не буду выкладывать, а может и буду что-то выкладывать, какие-то инсайты у меня возникают, вот сегодня, например, я ездил, записывал видео, прям рассвет встречал на океане, на индийском, для вас специально записал видео, тоже скоро выложу, дайте ссылку на 7booster, так, сейчас дам, 7booster, так, ссылочку скину, поинты можно потратить на рекламу, либо на игру, у нас есть еще аукционы, которые проходят ежедневно, вы можете там выбрать денежные призы, можете поинты потратить на эти аукционы, значит, вместо долларов можно использовать поинты, нет, поинты, поинты можно использовать только на подачу рекламы на HunterLead, на 7booster нельзя, а я вам объясню, почему у вас на HunterLead 2 поинта в кабинете OfferInvest 250, потому что у вас два разных аккаунта, вы зарегистрировались сначала на OfferInvest, а потом под другим логином и паролем зарегистрировались на HunterLead, поэтому у вас там два поинта. Сервера находятся в Германии, в Германии, в Англии у нас несколько серверов, я не понимаю, на что это влияет, правда, на скорость работы сайта, да, влияет немножко, но в России тоже держать сервера мы не собираемся, сами знаете, у нас не так все надежно здесь. Тамара, с Яндекс.Деньги идут деньги на PR и через инвертацию долго, как быть? Тамара, обменяйте просто через обменник. Хороший обменник есть, я им сам пользуюсь. Мы скоро свой, кстати, запустим, тоже обменник, но скоро это так сказано. Сейчас закончим текущие дела, потом перейдем уже к следующим. Сейчас я вам скину ссылочку на обменничек. Очень хороший обменник, быстро все обменивает, если вам надо, можете через него. Ну, а так, в ближайшее время мы попробуем реализовать что-то для вас, то есть, быстрый обмен Яндекс, Киви на Payer. Так, какую нагрузку держит? Для чего вы интересуетесь? Скажите мне СВД. Хотите проверить наши сервера на нагрузку? Как сказать вам в цифрах, в мегабайтах? Я не программист, я основатель проекта. мне как бы вот эти вот все нюансы там мелкие, они не интересуют. У меня есть команда программистов, которая знает, что нужно делать ей. И они рассчитывают, какие сервера брать, как их настраивать и так далее. У нас на проектах работают и службы поддержки, и на хостинге там занимаются тоже мониторингов постоянно серверов и так далее. Татьяна, так, я удалила баннер, там у меня было 2,5 тысячи показов, они не вернулись. Татьяна, вам теперь нужно просто написать в группе ВКонтакте по ошибкам ваше ID и вам восстановят. Но в любом случае восстановят всем показы, когда закончится тест. В Офер Инвест покупая ВИП-тариф, его надо оплачивать? Ну, если вы его покупаете, значит, надо оплачивать. Тариф ВИП в Офер Инвесте вам дают еще бесплатное обучение в школе интернет-маркетинга. С проверкой домашних заданий вы получаете еще несколько готовых воронок продаж, которые смогут вам, вы сможете набирать себе подписчиков, вы сможете себе зарабатывать еще дополнительные деньги на хостинге на нашем, потому что там идут курсы, специальные. Вот. Ну и, в принципе, вы еще получаете доли наших проектов. Проектов. Так, все. Друзья, давайте еще буквально ладно, еще пару минут. У меня просто два часа ночи уже, друзья, поэтому я еще к тому же болею. Хотелось бы сегодня пораньше спать и еще. В общем, что я хочу вам сказать, да, то есть, кто здесь присутствует, 122 человека. Сегодня, правда, в ту комнату ломилось 300, почему сюда дошли 120, не знаю. Проект только стартовал, именно с 7booster, да, компания уже на рынке с 2015 года. Нас уже многие знают, чем мы занимаемся, как мы работаем, что мы делаем, и так далее. Вот. ваша сейчас задача либо включиться плотно в работу, да, и помочь двинуть этот проект новый, как следует, и самим заработать хорошие деньги, либо ждать чего-то еще от моря погоды, как говорится, да, и потом кусать локти, то, что же я тогда это сидел и ни хрена не делал. Вот. Поэтому поактивнее делитесь результатами, которые получаете, просто в интернете выкладываете там скриншоты, ну, хотя бы, вы просто какие-то отчеты делаете, и вы увидите, как люди будут интересоваться, и тем, чем вы занимаетесь, да, а сами понимаете, то, что 7Booster это не единственный наш проект. Опять же, повторюсь, люди будут покупать рекламу и на HunterLady, и будут пользоваться и LookAtLink, и другими нашими проектами. Со всего этого вы тоже получаете прибыль. И в 7Booster будут новые продукты добавлены, и многое-многое другое. Сейчас это просто начальный этап, да, много каких-то недоработок еще есть, там, где-то статистика не видна, где-то еще что-то, но проект работает, люди зарабатывают уже деньги, чего ждать, я не знаю, ждать нечего. А, ну да, вот, кстати, Валерий подсказывает, то, что если баннер не загружается, блокиратор рекламы стоит у вас в браузере. Вера, спасибо тебе огромное. Анатолий, да, пока не видно, а смысл ее отображать, но представьте, у вас сейчас что матрица закроется, что смысл их отображать, вы же все равно там уже не участвуете, там стоят ваши партнеры, вам надо дальше идти, мы будем показывать матрицы, то есть будет по ним статистика какая-то, можно будет развернуть, посмотреть, там, если хотите. Но это чисто визуально, а то куда-то этого никакого. То есть у вас матрица закрылась, вы дальше идете, работаете, как говорится. у вас появляется один и тот же партнер, который под вами сначала стоял в левую ноге, потом попадает в правую. как это происходит, то есть у него матрица заполняется, система начинает высчитывать, есть ли у него вышестоящий партнер в этой матрице, ага, есть, значит, ага, есть ли у этого партнера пустое место на первом уровне, нету, как, есть ли у него пустое место на втором уровне, ага, есть, все, после этого встает. То есть это вот этот целый вычислительный процесс, и таких процессов очень много, и поэтому от некоторых каких-то, ну, визуальных частей мы на первом этапе отказываемся. Почему? полностью оптимизировать те процессы, которые у нас сейчас идут, чтобы они шли без задержек и без ошибок. Вот, а дальше уже заниматься украшательством там и так далее. То есть даже дизайн сайта, он сейчас, это просто как бы вот то, что я нарисовал сам, сам нарисовал, причем я нарисовал этот дизайн сайта, не внутри, внутри Саши делал, а я снаружи там машинку поставил, ну, что-то как-то так, чтобы хотя бы что-то было. Вот, сейчас будет новый дизайн сайта заказываться, там и все остальное под него. То есть надо было протестировать идею и запустить ее в массы. Как вы видите, идея бомбическая и всем нравится, и не вижу причин не участвовать в этом проекте. так, что у нас дальше? Тариф оплачивается единожды. Светлана, вы имеете в виду по Сэвенбустеру? Сейчас, да, единожды. Вы один раз его оплачиваете и все. но это опять же сейчас только, да, потом вы сможете любой тариф покупать сколько вам нужно раз. Потому что может быть такое, то что человек пришел, купил рекламу, она у него закончилась, а матрица у него не закрывается, он не получил новых там рекламных объявлений. Вот, но ему опять же надо рекламу как-то покупать. Вот, он берет, просто повторно покупает рекламу и под него попадает же этот же его ну, клон так назовем, да, то есть под него же попадает и потихонечку продвигает следующих, ну, людей из следующих матриц и так далее. Программа по смене IP ZenMate, друзья, сейчас я напишу. Вот так вот она называется. Ой, там у вас уже вопросов столько, когда распределение, как в Россию прилечу на следующей неделе. Друзья, не спешите, что вы куда-то вот прям когда-когда. Вот проект пока зарабатываете, все будет распределяться, ничего не денется. Так, это правильная ссылка или ее надо куда-то вставить? Ольга, во-первых, ссылки в чате кидать нельзя, а куда ее вставить, я не знаю. Это ваш ID, который вам надо рекламировать. Если написано реферальная ссылка, значит, это реферальная ссылка. так, я замок все-таки ставлю, то я так точно до утра с вами просижу. Сколько сейчас стоит реклама ссылок на LookitLink? У меня на счету 37 поинтов, пишет, что недостаточно средств. Александр, слушай, честно сказать, я не знаю, по-моему, 20 поинтов, как она стоила, или 10 поинтов. Возникают такие ошибки, не знаю почему, то есть не всегда срабатывают за поинты. Так, у всех все получаться начало, запись в опенаре будет? Нет, друзья, навряд ли. Татьяна, вы сколько будете переводить? 1 доллар? я сейчас честно скажу, друзья, вы меня уж извините, но у вас 40 тысяч человек, у меня в рассылке, вконтакте, везде, и мне каждый день все пишут, если я буду тратить время на вас, я не смогу заниматься компаниями и как-то продвигать проекты, вы уж меня простите, раньше, когда вас было меньше, я еще мог всем помочь, но сейчас вот у меня просто не хватает времени, у меня еще есть семья, жена, с которой мне надо общаться и свои личные какие-то дела. Я не могу посвятить все свое время вам, вот, поэтому, если это какие-то крупные суммы денег, тогда еще можно, как говорится, не по доллару, я никому не буду отправлять, через обменник это делайте, пожалуйста. Вышестоящего спонсора пока нигде, не прописывается он, ну, по крайней мере на 7booster. Если вы зайдете в offerinvest под тем же самым лазинным и паролем, то вы его увидите, вышестоящего спонсора. Так, вроде бы все, я ответил. Да, все, друзья, всем огромное спасибо, и завтра я точно уже к вам на связь не выйду, хотя могу опять же, но навряд ли это произойдет, потому что завтра я уже буду собираться к самолету, и скорее всего мы с вами встретимся уже на следующей неделе. Я вам желаю всего самого лучшего, чтобы вы никогда не унывали, ставили перед собой небольшие цели, но двигались к большой, маленькими и небольшими шажками, такие, знаете, искусство маленьких шагов, так называемое, и тратьте свою энергию только туда, откуда она будет вам возвращаться. Не смотрите телевизор, не смотрите новости, это вам ничего не нужно, оно вам не дает пользы. Делайте полезные вещи, которые вас двигают вперед, читайте книги, обучайтесь, занимайтесь интернет-маркетингом, если вы хотите добиться того, чего добился я или Артем, то вам придется немножко поработать над собой, над своим мышлением, и старые привычки, которые у вас сейчас есть, придется от них избавиться, старые убеждения тоже придется от них избавиться, потому что, чтобы начинать что-то новое, движение какое-то, надо избавиться от старого, как говорится, сжечь мосты. Иногда это сложно, но жизнь у нас одна, друзья. Если вы готовы двигаться вперед, давайте, я открываю чат, ставьте десяточки, и я пойду спать тогда. 98 человек осталось, остальные спать пошли. Ну, хорошо. Ну, все, отлично. Все, друзья, вам удачи и достижения ваших целей. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok